Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на каждодневной основе мы размещаем, публикуем большое количество аналитического контента вам в помощь. Поскольку сегодня понедельник, традиционно для этого дня состоится вебинар правильный понедельник, тему будете выбирать вы, друзья. Как раз в этом телеграмм канале в течение дня мы проведем голосование. Предложим вам несколько тем на выбор и та, которая наберет больше всего ваших голосов станет основной в ходе моего сегодняшнего выступления. Поэтому обязательно выбирайте, голосуйте. Очень хочется, чтобы вы получали тот контент, который прежде всего необходим и нужен вам. К финансовым рынкам. Эта неделя обещает стать очередной жаркой, потому что мы ждем еще один блок сильных фундаментальных отчетов по США. Это отчеты ISM производственного сектора буквально сегодня в 17.00 по московскому времени выйдет этот релиз. Потом эстафета перейдет к ISM. Но оценка уже в сфере услуг это торговая сессия среды. В четверг будет заседание Банка Англии, поэтому на этой неделе я предлагаю подключить к нашему ассортименту, скажем, торговых инструментов еще и британскую валюту. То есть сделка перед заседанием Банка Англии будет, я ее анонсирую. Если, опять же, вам она понравится, я надеюсь, вы что-то используете для непосредственно вашей торговли. И, конечно же, основной релиз этой недели это отчет Non-Farm Perils, который выйдет в пятницу. Блок статистики по американскому рынку труда. Это уровень безработицы, количество новых рабочих мест. И для нас еще одна возможность оценить перспективы действий американского регулятора касательно процентной ставки. Потому что, конечно же, действия американского регулятора опираются в вопросе ключевой процентной ставки на ситуацию рынка труда и ситуации с инфляцией. Ну, давайте по порядку тогда. По основным финансовым активам, за которыми мы следим. Рынок нефти держится выше 100 долларов за баррель. Я по-прежнему рассчитываю на то, что слом поддержки 100 не произойдет в ближайшее время. И все-таки даже текущий диапазон входа будет использован для накопления. Трейдерами достаточной уверенности и сил для того, чтобы двинуть выше 110 долларов за баррель к нашим обозначенным ранее целям 115-120 долларов за баррель. Среди основных факторов, которые сейчас влияют на рынок нефти, это, конечно же, ситуация, скажем, по газовому вопросу сокращение поставок газа России в страны ЕС, которые как инцидент, скажем так, я предлагал вам интерпретировать как возможность для рынка нефти, потому что сокращение потребления газа, пусть и вынужденное априори, должно в конечном счете приводить к росту потребления нефти, потому что немецкая промышленность просто так простаивать не может. И, опять же, мы уже вступили с вами в август, очень скоро начнется осенне-зимний сезон отопительный, когда спрос на топливо естественным, органическим, логическим, сезонным образом будет способствовать и повышению, соответственно, цены. А в условиях текущего энергетического кризиса, я думаю, что как раз в этот период времени мы увидим новый локальный максимум по всем активам, которые относятся к категории сырьевых. Другие факторы поддержки – это данные по запасам нефти США, которые сокращаются как запасы нефти, так и запасы дистиллятов, бензина, в общем, всех нефтепродуктов, доказывая, что спрос на американском рынке остается высоким. Доллар, который после заседания американского регулятора скорректировался и тем самым пропустил вперед сырьевые активы, поскольку снижение курса доллара – это априори всегда поддержка для сырьевых активов, так же, как и наоборот. Его рост – это причина, которая обычно приводит к снижению стоимости на активы товарной, скажем так, группы. И еще один фактор – это последний прогноз Рейтерс относительно того, что ОПЕК на ближайшем заседании, ОПЕК+, заседание, которое состоится через две недели, уже не станет увеличивать объем нефтедобычи, потому что считает, что на текущем уровне в этом нет необходимости. Поэтому рынок нефти, как был в состоянии практически очевидного дефицита, так и останется в таком состоянии, а без дополнительных поставок из стран ОПЕК этот дефицит как проблема решена не будет. Мне кажется, это очень простая фундаментальная идея. Иногда действительно все просто, друзья, выдумывать не нужно, и в данном случае просто остается ждать. По другим финансовым активам индекс доллара 105.59 в моменте. Мы видим, индекс доллара реагирует, конечно же, на заседание американского регулятора. Напомню, что ФРС на прошлой неделе повысил процентную ставку на 75 боистых пунктов, доведя ее до 2,5%. Причем, как мы с вами попытались определить, в чем же была причина снижения курса доллара, пришли к выводу, что, скорее всего, многие рассчитывали на повышение ставки на 100 боистых пунктов, и вот это разочарование проявило себя во всей красе. ФРС, напомню, в непростых условиях, поскольку ему приходится балансировать между рисками еще большего экономического спада, если говорить по факту того, что американская экономика уже оказалась в рецессии, и риском еще большего роста инфляции. Но здесь стоит также добавить, что все-таки для американского регулятора сейчас является приоритетом борьба с инфляцией, а не создание условий, при которых экономика все-таки сможет вернуться к траектории экономического роста. Это то, что будет как задача решаться, но только после того, как удастся побороть вот этот сдерживающий фактор этого экономического роста и восстановления высокую инфляцию. Поэтому здесь тоже, друзья, нужно ждать и внимательно анализировать текущий фундаментальный фон. Простыми словами, макроэкономическую статистику. Тем более, что Джером Пау, председатель американского регулятора, ясно дал понять, что не занимается прогнозированием и не хочет, в принципе, отвечать на вопрос, когда, на каком заседании, на сколько ставка будет повышена, поскольку это еще неизвестно. Решение американского регулятора полностью зависит от как раз того, как меняются экономические условия, то есть регулятор остается адаптивным. И если ФРС поймет, что инфляция остается на траектории роста, продолжает расти, то, конечно же, американский регулятор будет и дальше повышать процентную ставку, несмотря на то, что американская экономика уже оказалась в рецессии. Кстати говоря, по поводу рецессии. Я думаю, вы все помните, что та статистика, которая была опубликована на прошлой неделе, подтвердила, что это действительно уже случилось, и американская экономика оказалась вот в этом экономическом спаде, который может продолжиться. И я согласен с формулировкой, что рецессия США – это начало нового финансово-экономического кризиса, который по принципу цепной реакции будет расползаться по всей мировой экономике. Но несмотря на то, что у нас есть подтвержденный факт рецессии, верхний эшелон власти, скажем, США не признает то, что рецессия наступила. Очень такие хитрые формулировки размыты главы Министерства финансов, Джанет Хеллин, которая отметила, что экономического спада нет. Более того, американская экономика начинает расти и восстанавливаться, и доказывает эта ситуация на рынке труда. То есть низкий уровень безработицы и динамично создаваемое количество новых рабочих мест. Байден вовсе сравнил то, что происходит с экономикой, с каким-то обычным финансовым активом. Эти в что сейчас простая коррекция после того роста, который наблюдался некоторое время назад. Но я думаю, что все-таки надо называть вещи своими именами. Если рецессия подтверждена статистикой, то это действительно рецессия. И возвращаясь все-таки к будущим действиям американского регулятора, станет ли ФРС активно дальше повышать процентную ставку. Что значит активно? Как минимум на 50 или на 75 байсных пунктов на заседание в сентябре, ноябре или декабре. Я в этом почти не сомневаюсь, потому что в пятницу вышел очень важный индикатор индекса расходов на личное потребление, который является одним из основных показателей, на которые обращают внимание регуляторы. Это, как говорят эксперты, предпочтительный индикатор инфляции для американского регулятора. Так вот, индекс личных расходов на потребление вырос с 6,3% до 6,8%. Это значит, друзья, что с большой долей вероятности по итогам июля мы снова увидим скачок инфляции на несколько десятых процента. И это нас убедит в том, что в сентябре американский регулятор в очередной раз повысит процентную ставку. Отсюда делаем вывод, что ни в коем случае не нужно сейчас отказываться от покупок индекса американской валюты, потому что все, что происходит сейчас, это, скорее всего, просто логичная коррекция после того значительного роста, который мы наблюдали ранее. Золото 1759. Золото я пока что рекомендую покупать, потому что есть несколько факторов на текущий момент, способствующих росту. Это то, что десятилетки, так и американские трежи, если не прорвались выше 3%, сейчас котируются на уровне 2,67%. Низкие показатели доходности заставляют участников рынка сейчас смотреть на альтернативные инструменты. И золото является одним из них. Спекулятивные ланги. Их сокращение, которое мы наблюдали в последние недели, сейчас замедлилось. И наоборот, сейчас очень активно закрываются короткие позиции. Сейчас совокупный хешорт по золоту, если анализировать институционалов, находится на минимум за последние 5 лет. И в таких условиях очень хочется поймать разворот, если учесть, что как только рынок осознает всю проблематику глобального финансово-экономического кризиса и его возможные последствия, которые будут усиливаться постоянным ростом инфляции, то золото может оказаться одним из самых динамично растущих финансовых активов. Хочется в это верить, когда ты находишься в определенном направлении рынка. Но я думаю, что иногда, друзья, нужно рисковать и пытаться подловить инструмент на уровнях, которые не кажутся очевидными для того, чтобы отказываться от прежних сделок и открывать новые. Но в данном случае по золоту я рекомендую все-таки ланги. Тем более, что индекс рыночных настроений Кайман, на который я также обращаю ваше внимание, сейчас указывает на то, что покупать можно. И европейская валюта, которая котируется на отметке 1.02.28. В Европе, конечно же, свои риски рецессии, которые упираются в аналитический кризис, в сокращение поставок газа из России после того, как Россия приостановила работу еще одной газовой турбины. Страны ЕС на экстренном саммите приняли решение о вынужденной мере по сокращению потребления газа. Кстати, с сегодняшнего дня эта мера вступает в силу, и она продлится до марта следующего года. И это такой экстренный план на случай полного прекращения поставок газа из России. Учитывая, что через несколько недель страны ЕС могут начать обсуждать новый пакет финансово-экономических санкций, я думаю, что вот это полное прекращение поставок вполне реальный сценарий, который не нужно сейчас списывать со счетов. И если это произойдет, то, конечно же, экономика ЕС окажется в рецессии, инфляция достигнет новых космических уровней, хотя она сейчас уже на таких значениях. Напомню, что индекс потребительских цен в еврозоне составляет 8,9%, вырос в прошлом месяце с 8,6%. А поскольку высокая инфляция и энергетический кризис приближают рецессию, то, конечно же, Европейский Центральный Банк будет уже не так активен в своих намерениях повысить процентную ставку. И снова делаем вывод, что если ЕЦБ притормозит с повышением ставки, и в частности к концу этого года она не превысит 1%, в то время как ставка в США будет проведена 4%, контраст монетарных политик оставит евро в вычисле аутсайдеров. Поэтому, друзья, тест паритета – это основная цель, которая остается на наших радарах. Я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Если на этой неделе доллар получит достаточную поддержку после выхода отчетов ASM и Non-Farm Pearls, этот тест паритета может стать реальным даже в перспективе ближайших двух недель. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.